Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Дмитрий Подлесной. Смотрите сегодня в этом выпуске. Глава Сургута подвел итоги 2016 года. Спецслужбы проведут новогодние каникулы в режиме повышенной готовности. И сургутских молодоженов учат мастерить новогодние игрушки. Глава Сургута Вадим Шувалов подвел итоги уходящего года. За полгода службы на посту градоначальника. Ему удалось ознакомиться со всей инфраструктурой, сделать кадровые перестановки. Также был открыт ряд знаковых для Сургута социальных объектов. На большой пресс-конференции говорил Шувалов и о планах на будущее. Так, в 2017-м запланирован ввод в эксплуатацию поликлиники «Нефтяник» 50-метрового бассейна очередного участка улицы Маяковского. Все это отражено в бюджете муниципалитета на следующий год, который приняли в декабре депутаты Сургутской думы. Глава отметил, что одним из успехов местных властей является то, что городская казна значительно не потеряла в своих параметрах. Считаю, что этот документ является основополагающим. В принципе, мы на этом документе... Основа его осталась, я имею в виду, в денежном выражении практически в тех же цифрах, которые были и в 2016-м году. Но это нам позволяет сделать для себя какие-то ответственные шаги. Шесть дней без воды и тепла. Более двухсот домов у дачного кооператива «Прибрежная» остались без электроэнергии. Отчаянные жители бьют тревогу. Подробности в следующем сюжете. Азамат Джумагулов входит в свой дом в обуви и в верхней одежде. Раздеваться не позволяет. Отрицательная температура в помещении. Света нет. Без света уже тут и отопления нет, и уже неделю мы не живем. Единственное спасение от котел, и то это замерзло. И я не знаю, кто будет это возмещать. У него все трубы полопались из-за мороза. Там все жидкость, все замерзло. Около недели назад в дачном кооперативе «Прибрежный» сгорел трансформатор. С тех пор его жители находятся без тепла, воды и света. Сейчас двое детей Азамата, самому младшему из которых всего 10 месяцев, находятся в другой части кооператива. Там, где еще есть свет и тепло. А остальным жителям, у которых отключили электричество, переждать негде. Они жалуются, что в собственном доме приходится даже спать в верхней одежде. Когда у нас первый и второй день отключили вот эту электростанцию, здесь председатель был и бригада была, я сказала, а можно нас как-то переключить на другую? Нам отказали, нам сказали, нет, та линия не выдержит. У нас у всех дети есть. В такой беспомощной ситуации жители кооператива пытаются выжить самостоятельно и даже не скрывают, что приходится идти на нарушение закона. Свет отключили, у меня ребенок с температурой, 40 температура. Мне ничего не оставалось делать, как кинуть кабель на рядом стоящий стол. От безысходности, конечно. А как еще? Никто не помог, никто с улицы не пришел, никто не стал решать мои проблемы. Я была один-один со своей проблемой. И решила ее так. Жители признаются, что в прошлом году была аналогичная ситуация. В новогоднюю ночь периодично вырубался свет. Но руководители кооператива так ничего и не предприняли. До Нового года вырубала, вырубала. Его можно было летом с нас собрать и сказать, что давайте сложимся, купим там что-то у нас. Пока не совсем не сгорело, то есть в морозы, ну то есть зимой. Можно было летом устранить и идти в эту зиму уже нормальными, с нормальным этим оборудованием. Кооператив «Прибрежный» обеспечивает энергией шесть трансформаторов. Один из них вышел из строя. Он обслуживал 212 дворов. В среду были проведены последние ремонтные работы. По словам председателя кооператива, сейчас необходимо сложиться всем жителям на новый трансформатор, который стоит 600 тысяч. Но не все готовы участвовать в сборе средств. Кто хочет электроэнергию, он обязан заключить напрямую договор с ТЭКом. Нас заключило более 50% уже. Ну есть люди, которые отказались, ну которых держат, сажают только огород. Естественно, им свет не нужен, которые не живут, у них в строении нет, им свет не нужен. Те поотказывались, естественно. Но те люди, которые не заключили договор, они все будут от света отключены. Отремонтированный трансформатор проработает в лучшем случае до конца зимы. На данный момент конфликт урегулирован. В среду вернули свет всем жителям Прибрежного. Но будет ли трансформаторная подстанция работать бесперебойно впредь? Вопрос риторический. Виктория Дрягина, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. Узная о своих долгах, акцию под таким названием провели судебные приставы в Сургутском аэропорту. Все пассажиры, желающие проверить свои долги перед государством, могли обратиться к сотрудникам службы перед регистрацией на вылет. При этом за этот год было вынесено более полутора тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. В отдел службы судебных приставов поступило более 150 тысяч исполнительных документов. Из них исполнены почти 90 тысяч на сумму более полутора миллиона рублей. В связи с работой с нехваткой времени не было времени проверить свои долги на сайте. Поэтому пока жду свой самолет, пока регистрация идет, как раз выдалась такая хорошая возможность проверить свои долги онлайн, чтобы уже потом на границе никаких проблем не возникло. Проверил, все хорошо. Успокоился, тем нужно лететь. Отчет по форме 3 НДФЛ должны сдать сургутяне до 2 мая следующего года. Это касается тех, кто продал в 2016-м недвижимость, транспорт или земельный участок. При неуплате налога на доходы физических лиц гражданину грозит штраф от 1000 рублей и до 30% от суммы задолженности. В этом году выявлено более 8 тысяч сургутян, обязанных сдать декларацию за 2015 год. Своевременно это сделали лишь 6 тысяч граждан. Обращаю внимание, что декларация за 2016 год, форма декларации изменилась. Для более подробной информации вы можете обратиться на официальный сайт Федеральной налоговой службы. В нашем регионе растет число заболевших гриппом. По последней информации окружного Роспотребнадзора, этот диагноз поставлен 34 югорчанам. По данным ведомства, на сегодняшний день в автономии ОРВИ и гриппом в общей сложности заболели более 12,5 тысяч человек. Из них 73% это дети. Так, в больнице округа госпитализированы 175 юных югорчан. Всего за неделю этот показатель вырос почти на 60%. Вместе с тем, эпидемию на территории ХМАУ пока не объявляют. Однако врачи рекомендуют теплее одеваться, при первых признаках заболевания не заниматься самолечением. Своевременно обращаться в лечебное учреждение. Во время эпидемии гриппа, во время подъема заболеваемости необходимо исключать, конечно, посещение таких мест, культурных, торговых центров. Далее, это, конечно, соблюдение простых правил личной гены. Это мытье рук. Можно делать самые простые процедуры. Это промывание носа, носоглотки, либо физраствора. Мы сейчас много в аптечной сети различных препаратов, которые используются для этих целей. Оперативные службы Сургута готовятся к новогодним каникулам. Для них на это время вводится так называемое усиление. В резерв пожарным выведут дополнительную технику и часть личного состава. В среднем ежесуточно брандмейстеры выезжают на тушение огня один-два раза. А вот данные статистики новогодней ночи последних лет говорят о том, что с 31 декабря на 1 января огнеборцы ликвидируют до 10 пожаров. И это достаточно высокий показатель. На весь период праздничных мероприятий новогодних, рождественских, это будут усиленные наряды, то есть личным составом. То есть не как обычно, усиленно еще больше людей будет. Полиция в новый 2017 год вступит, неся службу в усиленном варианте. Приказ о переводе личного состава пришел еще 20 декабря. Завершится этот режим 10 января. Ежедневно порядок на улицах города будут обеспечивать до 500 полицейских. Особое внимание обратят на места массового скопления людей. Это городские елки, которых в Сургуте 6 и ледовые городки. 100% личного состава, то есть при необходимости будет поднят, это будут усиленные следственные оперативные группы. Наружные наряды, работающие по территории города на улице, будут увеличены на 25%. То есть для того, чтобы обеспечить максимальное нахождение сотрудников полиции и предотвращение недопущения правонарушений преступлений на территории города. Везде, где запланировано проведение массовых мероприятий, в том числе и корпоративных, с большим скоплением людей, будут задействованы полицейские. Им предстоит обеспечить охрану порядка и непосредственно в новогоднюю ночь. На посту у ледовых городков нести службу будут десятки полицейских и представителей частных охранных предприятий. В прошлом году мы ожидали большее количество, в прошлом году вышло не более тысячи человек, то есть хотя бы выйти по, то есть мы надеялись, что выйдет порядка 6-7 тысяч, как ежегодно, то есть по анализу мы делаем приблизительно. На сегодняшний день, то есть мы все равно рассчитываем на то, что берем среднюю за 5 лет, то есть порядка 6-7 тысяч народу выйдет, то есть в течение именно в период 31-го на первое число до 6 утра. То есть привезли к нам где-то так, потому что народ уже потом начинает расходиться по домам. Сургутские спортсмены вернулись с чемпионата по бразильскому джиу-джитсу. Первенство проходило в Донецкой Народной Республике. Четверо воспитанников клуба единоборств «Крепость» посетили турнир. Участники отмечают, что международная встреча стала для них полезным опытом. В результате среди порядка 15 команд наши ребята показали себя хорошо. Два вторых и одно первое место. На самом деле мы могли выложиться лучше, могли, то есть это такой человеческий фактор, кому-то повезло, кому-то не повезло. Противники сильные тоже попались, на самом деле не ожидали. То есть мы ехали в неизвестность, мы не знали, кто там будет. И первым делом для нас огромный опыт, что мы поборолись с людьми, которых видели в первый раз. Как с помощью обычного клея скрепить семью? Сотрудники ЗАГСа раскрыли секреты успешного брака на новогоднем мастер-классе для молодоженов. 31 декабря торжественно связать свои отношения узами брака решили две сургутские пары. Накануне 30 декабря новобрачные обменялись кольцами. С молодыми пообщалась Юлия Бабенышева. Под Новый год, как в сказке, полным-полно чудес, в игрушку превратится футляр из-под колец. Вот так легким движением руки футляр из-под колец превращается в настоящую семейную реликвию. Молодожены выбирают декоративный материал, совместно укладывают его в композицию и с помощью сотрудника ЗАГСа скрепляют клеем свою первую поделку, которая откроет семейную коллекцию елочных игрушек. Я считаю, что это очень важно, это скрепляет семью. На самом деле эта идея очень классная, однако проблема времени в наше время очень щепетильная, но надо стараться, потому что это скрепляет, конечно же, брак, совместный интерес. Это всегда полезно для молодой семьи, чтобы потом не наскучать друг к другу. Для молодых пар творческий мастер-класс стал настоящим сюрпризом. Они отмечают, что такой трогательный и неожиданный подарок очень значим в этот важный для них день. Это должно символизировать, что вместе все выбираем, что семейное это совместное решение, и что все склеиваем, все вместе, как семью, получается, собираем. Сотрудники ЗАГСа ежегодно вот уже в течение пяти лет дарят такие сюрпризы предновогодним молодоженам. Поскольку мы ратуем за семейные ценности, за сохранение семейных ценностей, то, конечно, мастер-классы, направленные на то, чтобы усугубить, так сказать, романтические чувства и так далее, мы все это приветствуем. У молодоженов получаются вот такие незамысловатые елочные игрушки, но сколько в них любви и тепла. Пускай и в вашем доме в новом году всегда будут уют и взаимопонимание. Юлия Бабенышева, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Артисты Сургутской филармонии уходят на каникулы, но сцена не будет пустовать в праздничные дни. Для юных сургутян здесь уже развернулась настоящая зимняя сказка. Ее организовали сотрудники театра актера и куклы Петрушка. Это две новогодние программы под названием «Что такое Снеженика» для малышей от полутора до трех лет и «Время чудес» для детей от трех до десяти лет. К слову, вторая программа включает в себя еще и праздничную премьеру «Госпожа Метелица». Это сказочный спектакль по мотивам сказки «Братьев Гримм». Сначала дети смотрят спектакль «Госпожа Метелица» в малом зале, а потом перемещаются в фойе на интермедиа у елки. Малыши, что такое Снеженика, у них там все происходит. У них там и маленький спектакль о том, как в сказочном зимнем лесу обитатели, чем они занимаются, какие новогодние хлопоты. Потом у них там небольшой такой интерактив, и там же они получают мягкий подарок. Новогоднюю сказку своему ребенку может подарить любой желающий. На спектакль можно попасть со 2 по 9 января включительно. В день проходит по четыре представления с 10 утра и до 6 вечера. Билеты можно приобрести на сайте театра актера и куклы Петрушка и в кассе Сургутской филармонии. Организаторы отмечают, что из-за длительного карантина и переноса многих новогодних мероприятий ажиотаж среди желающих попасть на представление большой. Свободных мест осталось мало. Некоторые сургутяне уже посетили премьерные программы. Я считаю, что это необходимо для детей, потому что именно здесь они наряжаются, они с детьми с такими же нарядными общаются. Как-то общество, веселье, праздник, Дед Мороз, елка. Наверное, как у нас в детстве так же было. В праздники нужно позаботиться не только о наличии новогоднего настроения. Хозяйкам предстоит накрыть стол и приготовить множество угощений. Где сургутяне закупают продукты к Новому году? Что готовят на празднике? И как относятся к подорожанию продуктов? Все это узнала Ольга Нахаева. Майонез. Майонез делаем сами. Не приобретаем. Яйцо и все остальное, это все можно найти в любом интернете. Телеведущая Анна Максимова на новогодние праздники всегда стараются порадовать свою семью вкусными и полезными блюдами. Традиционный оливье у хозяйки особенный. Ингредиенты она готовит заранее и хранит в отдельных контейнерах. К тому же вместо вредной колбасы кладет в салат белое мясо. Естественно, я их отдельно почему храню? Чтобы они не скисли. Мы же чем всегда страдаем, что после Нового года нам приходится через силу есть все салаты. Потому что они уже заправлены майонезом, понимаете? А у меня они еще не заправлены. Но собрать салат из того, что уже нарезано и готово, это очень просто. Новогодний стол сегодня удовольствие не дешевое. Перед праздниками цены в магазинах достигают своего максимума за год. Однако при умном подходе к подготовке стола можно сэкономить на некоторых продуктах. Мы те продукты, которые долго хранящиеся, в частности мясо, какие-то такие вот вещи, которые можно заранее прикупить. Ту же рыбу сырую, потому что мы ее солим сами. Мы приобретаем где-то в конце ноября. И она у нас находится просто в холодильнике. Многие сургутяне уже закупили мандарины, колбасу и огурцы для оливье в супермаркетах, пройдя мучительные часы ожидания в пробках и очередях на кассы. Некоторые все же предпочитают продукты покупать на рынках города. Здесь и продавцы посоветуют хороший товар. И можно найти редкие продукты, чтобы удивить гостей. Для новогоднего стола можно предложить, смотрите, большое изобилие у меня всякой разной птицы. Значит, начинаются утки, индоутки, кролики, гуси, перепелочки даже есть. Есть домашние куры, бульонные для жарочки. Потом есть стейк индейки. Конечно, необычные редкие продукты под Новый год пользуются популярностью. Однако сургутяне признаются, что готовят традиционные блюда. Как обычно, оливье сель под шубой. Она традиционная. Обязательно солянки из горячего бензина. Ну, салат, как обычно, оливье. Любимый салат всеми россиянами. Как обычно, селедка под шубой, оливье. Несмотря на сезонное подорожание продуктов питания, опытная хозяйка всегда найдет способ порадовать близких вкусными блюдами. Тем более, даже из простых продуктов можно приготовить необычное угощение, которое понравится всем гостям. Ольга Нахаева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. На этом выпуск завершен. Больше новостей на сайте по адресу indefisnews.ru. Я же с вами прощаюсь. Удачи вам в наступающем году. Берегите себя. Умные? Умные? Да, умные. Матрас Hilding X Pro – это более 2000 пружин, пена с углем бамбука и дышащие 3D-материалы. Hilding Anders – зарядись для жизни. Матрас Hilding X Pro со скидкой 20%. Встреча и Сургут – крупнейшая коллекция «Страна обезьян». Лемур, мартышки и грунки, а также говорящий ара и кокоду. С 27 декабря по 30 января. ТЦ «Богатырь». Меховой салон «Любимая шубка» поздравляет с наступающим праздником и приглашает за новогодними скидками и рассрочкой по новому адресу. Торговый центр «Квадро» на перекрестке Магистральной и Кукуевицкого. Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас со всем. Готовьтесь к празднику прямо сейчас с магазином детской одежды «Камот». Яркие карнавальные костюмы и восхитительные праздничные платья. Диадема и украшения в магазине «Камот». Лучшие матчи НХЛ. Эксклюзивно на каналах «Евроспорт». Смотри «Евроспорт» в метросети и выигрывай фантастические призы. Евроспорт.метродефиссет.ру Сапожки, ботфорты, ботиночки На каблуке и без На танкетке или сплошной подошве Моделей в салонах «Жета» очень много. Спешите! Одно и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, Детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» – это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Один из крупнейших заводов региона по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения, кладочную сетку и металлоконструкции любой сложности. Вся продукция сертифицирована. «Макрострой» поможет существенно сэкономить время и деньги при строительстве объектов. Гарантия на всю продукцию до 50 лет. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ 3, дробь 2, телефон 3763-77. И о погоде на 31 декабря. Здравствуйте, в студии Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Еломет». Вы купили «Алмак-01». Почему? Раньше я брала «Алмак-01» у соседки. У меня артроз, а у мужа спина болит. Поэтому мы решили, нам свой нужен. При заболеваниях позвоночника и суставов воспользуйтесь аппаратом «Алмак-01». Последний месяц низких цен на «Алмак-01» в аптеках «Формадом», «Бережная аптека» и «Аптека от склада». Последний месяц низких цен на «Алмак-01». Успейте купить в аптеках города. «Алмак-01» – пожалуй, лучший подарок к Новому году. В субботу в западно-сибирский регион на смену одного ненастного циклонического вихря придет новый, североатлантический, не менее пасмурный и снежный. Ночью в Сургуте окрестностях облачно, снег. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – минус 9, минус 14. Утром также облачно, снег, на столбиках термометров около 12 градусов мороза. Днем пасмурно, временами снег. Направление сила ветра не изменится. Температура 5-10 ниже нуля. Пусть праздник будет с вами всегда! Большой выбор подарков к Новому году! Дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, тульские и персидские самовары, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты ждут вас в магазине «Домашний погребок». Сделайте подарок к Новому году! Подарочный сертификат магазина «Домашний погребок» – удачный выбор. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагитное поле спокойное. Атмосферное давление понизится и составит 744 мм ртутного столба. Как? Как? Ну как? А вот так! Облегченные цены на японские подгузники и трусики «Мэвис». Скидка 25% только в «Карапузе». «Карапуз!» Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам праздничного настроения. С Новым годом! Будьте здоровы! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова